Так друзья, небольшой промежуточный итог по ремонту. Первое. Экран, который мы разделили на сепараторе, был очищен. И сейчас вот вы видите, он совершенно чистый, на нем наклеена монтажная пленка. Правда, далось это очень большими усилиями в этот раз. Сейчас вы увидите несколько фотографий, которые я сделал в процессе. Снимать на видео это был просто полный геморрой. Почему-то мои все средства оказались бессильны против этого клея. Сейчас вы увидите на фотке. Здесь у меня вот такое вот средство, The Bounder AD 1. При нанесении его на клей он его сворачивает. Абсолютно бессильный оказался. Абсолютно бессильный также оказался, значит, и спирт. Все это размазывалось. Но, к счастью, на работе у меня был самый обычный обезжириватель такой. За 50 рублей большой флакон, и вы знаете, вот он как раз справился с ним на ура. После того, как я все это обезжириванием снял, остались небольшие разводы. Их сначала я удалил спиртом, а потом жидкостью для экранов все это на чистую, значит, вычистил, и все. Стало супер. Вот наклеил монтажную пленку, чтобы не заляпать во время монтажа. Значит, второе. Вторая рамочка у нас очищена от скотча старого. Теперь вот так вот все тут хорошо, красиво. Клеить мы будем все-таки при помощи скотча, потому что нам нужен зазор. Есть у меня скотч определенной толщины, который я применяю именно в таких случаях, чтобы не было залипание на экран. То есть, если использовать либо сразу клей, типа B7000, B6000, или тонкий скотч, возможно, значит, в дальнейшем залипание экрана. То есть, будет очень близко он расположен к экрану, и будет залипать. Будет такое пятно в середине обычно образуется. А вот есть у меня скотч определенной толщины, хороший, качественный, который мы по периметру наклеим, и он нам даст как раз необходимый зазор для того, чтобы все это дело не залипало. Вот. Это по, значит, тому способу, как мы будем клеить. Ну, и еще одна заявленная неисправность моим подписчикам, который он мне, значит, озвучил. Это неисправность разъема 3,5 мм. Собственно, я ее уже определил. Сейчас я постараюсь фокус навести. Стану вам, покажу. Ну, вот, если можете видеть, разъем болтается. Здесь вот есть две точки пайки. Здесь раз, здесь два. Пайка отвалилась. Ну, и мы, собственно, ее восстановим. Я думаю, что разъем будет работать, потому что в остальном я посмотрел. Там все контакты, все самые лепесточки внутри вроде бы все целые. С ними все хорошо. Так что вот так вот. Ну, и сейчас я, наверное, буду приступать к сборке и покажу вам уже конечный этап финальный, когда мы будем все это дело приклеивать тачскрин к экрану и проверять работоспособность. Ну, что ж, друзья, вот и подошли мы к финальной части нашего ремонта, а именно к непосредственной вклейке тачскрина. Как вы видите, я уже подготовил все для этого. Нанес скотч по всему периметру. Как я уже сказал, скотч этот качественный, я ему доверяю. Держать он должен хорошо. Примерил тачскрин. Все, в общем-то, должно получиться. Теперь нам нужно сначала снять всю пленочку со скотча непосредственно самого. Снимаем. Потом нам нужно будет удалить защитные пленки с экрана и снова тачскрина. Ну, и самая главная, конечно, здесь задача данной процедуры – это как можно, чтобы меньше пыли попало при наклейке. Поскольку стерильной комнаты у меня нету, ну, как, наверное, и большинства мастеров, которые делают подобный ремонт, то будем визуально оценивать чистоту поверхностей. В смысле, сам экран чистый. Я его еще раз посмотрел, еще раз все протер, какие-то там мелкие вещи. Монтажка нам не дает его заляпать, которые наклеены на экране. Но у нас еще есть защитный слой на самом тачскрине с обратной стороны. И самое главное, еще надо обязательно после снятия защитного слоя с самого тачскрина, с внутренней части его, посмотреть его на просвет. Очень часто бывает, что там остаются разводы. Ты надеешься, что там все классно, снимаешь пленочку с тачскрина, с внутренней части приклеиваешь, а там жуткие разводы. Так, мы сняли. Мы сняли. Давайте мы ее начнем. Начнем. Ну, вроде бы здесь экран чистый. Чистый мы ее вот так начнем, потому что очень быстро ее снимать тоже не удается. На заводе вроде бы приклеена чистенькая она. Да, тут все хорошо. Сейчас мы подденем. И приклеим. Серединку. Чисто вот так отклеить. И накинуть. Так, ну и теперь снимаем с экрана пленочку. Возможно, мелкие пылинки все-таки останутся какие-то. Но главное, чтобы крупных не было. Чтобы они не мешали нам с обзором. Дуть, конечно, это не совсем правильно на экран, потому что можно на него просто тупо плюнуть. Но я буду стараться аккуратно. так, 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 так. быстро снимаем немножко волнуюсь так еще раз смотрим экран ну с богом как говорится начинаем тут сверху стороне так сам экран такое ощущение что новый тачкин чуть меньше рамкам посадили и давайте сразу проверим как у нас все это будет работать волнуюсь всегда когда клею touch screen всегда есть волнение так все пошла загрузка ну что работает работает наш телефон в принципе все в порядке так где у нас скажем сообщение скажем плюс текст сообщения touch screen исправен как видите все в общем то неплохо или у нас особо не попал под экран крупных пылинок не видно все работает все в порядке ну что друзья вот примерно так окончательную сборку я вам уж показывать не буду все в обратном порядке но и небольшой отчет будет уже отдельным маленьким коротеньким видео ремонту так сказать девайса подписчиков на этом все всем компонент ставьте лайки оставляйте комментарии делитесь этим видео в социальных сетях и до новых встреч пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok